Ребята, спасибо вам большое. Я знаю, что вам тоже совсем скоро идти учиться. Не всем. Не всем, но ничего. Ваши аплодисменты, стариканности. Помимо великолепнейшего учебного процесса, в Эльмехе можно также заниматься в вечернее время своими хобби. У кого-то хобби сохранилось, может быть, собирать марки. Это нам пришло издалека. Один из самых первых акционеров России был Пётр Алексеевич Романов. Знаете, кто это буквально? Ну, хоть кто-нибудь знает, кто такой Пётр Алексеевич Романов для нашей России? Пётр Первый. Пётр Первый. Кто-то один. Молодец. Правильно. Это император всей Руси. Пётр Алексеевич Романов, Пётр Первый. Он собирал достаточно интересные коллекции. Одна из его уникальнейших коллекций – это зубы, которые он вырывал. Хотя не умею это делать, но тем не менее ослушаться его не мог. И, не дай бог, прием был сказать, что болит зуб. Он тут же усажался в весло и дергал коллекцию. Это можно увидеть в орбитаже. Частично в Петербурге. Но в вечернее время здесь, на этом этаже, буйствует творчество. Здесь можно позаниматься в театральном коллективе. Здесь можно позаниматься в танцевальном коллективе. Здесь можно позаниматься в вокальном коллективе. Кстати говоря, вокал здесь ведёт уникальнейший человек. Артист Бариенки. Бариенку все знают? Это робко, да? Так вот, солисты пущут здесь петь, молодёжь. И вы с удовольствием потом будете выходить на нашу сцену. Кстати говоря, вокальной студией здесь занимаются не только студенты, но и преподаватели. Вот если вы придёте в два часа сегодня, то вы услышите одного из преподавателей на этой сцене. Ну, а сейчас мы познакомимся с вами с танцевальной студией, которую мы под ваши аплодисменты приглашаем сюда, на нашу сцену. Спасибо.